В Болотнинском районе Приходят к солонцам все звери по очереди. Лоси на рассвете, косули с утра пораньше, кабаны в полдень. Александр Андреевич говорит, у дикой свиньи в сибирских лесах врагов нет. Вот они и разгулялись. И уже не только в лесу. Крестьяне критикуют поросят за истоптанные поля. А если несколько лет назад разрешения на отстрел кабанов не было, то в 2016-м выдают. С 1 августа открыто на кабаны открыто. Теперь откроется на самцов косули, чуть позже на самцов лоси. В последнее время, рассказывают егери, охотники все чаще выписывают разрешение на птицу или зайца, а стреляют, кто попадется. И охотятся вблизи звериных кормушек. Таких горе-охотников отслеживают при помощи фотоловушек. Вот эта фотоловушка реагирует на любое движение. И в течение одной-двух минут отправляет на сотовый телефон егеря изображение того, кто находился на территории солонца или кормушки. Так что браконьерам остаться незамеченным здесь не удастся. А самое главное, она помогает просчитывать им популяцию животных на территории заказника. На территории заказника, по подсчетам инспекторов, проживают еще бурсуки, бобры, лисы, сурки, рябчики. А не так давно в объектив болотницких охотоведов попал и зюбер. Специалисты поясняют, благородный олень в Сибири только проходом. Но на всякий случай в солонцы кладут на один лизунец больше положенного. А в целом для подкормки зверей весной егери уже заготовили 600 березовых веников и накосили сено. Зинаида Мельникова, Михаил Кауров, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова